Дружба двух республик Как ты думаешь, Башкортостан с Беларусью надолго подружится? Да, для меня это крутая возможность ездить на соревнованиях в Беларуси, а в тот момент, когда беларусы приезжают к нам на соревнования, у нас будет больше друзей, больше возможности пообщаться с людьми и конкуренция. Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась в этнопарке Ватан. Ребят поприветствовали пилоты легкомоторной авиации. Настоящее шоу развернулось в небе. И не просто так, ведь 372 школьника из России и Беларуси на протяжении трех дней будут выявлять между собой сильнейших. Состязания пройдут на трех площадках Уфы. А я решила потренироваться в знании языков. Вероника, я знаю башкирский язык, а ты знаешь белорусский? Конечно, мы его изучаем в школе. Давай я тебя научу основным словам на башкирском языке. Допустим, спасибо будет рахмет, а привет будет салям. А у нас привет – это привет, а спасибо – это дякуй. Давай посмотрим, насколько хорошо ты запомнила башкирские слова. Рахмет и салям. Рахмет и салям. Правильно? Да. Куда же спешат спортсмены, спросите вы? Нет, не на соревнования, а на фестиваль национальных культур «Улица Дружбы». Под открытым небом развернули национальные подворья белорусских регионов и народов Башкортостана. Они презентуют народные ремесла, национальную кухню, проводят мастер-классы. А в последний день форума на «Улице Дружбы» пройдет фестиваль «Славяне 21 века». Столько мероприятий, столько гостей и даже на три дня одну из главных улиц Уфы переименовали на «Улицу Дружбы». Масштабно! Назгуль Сафидинова, Ренат Кашапов. Специально для Горы Новостей.